Сладкая альтернатива Ну и вот он наш пацан Разложенный на свои составные части Ну давайте смотреть Начиная с центральной детали Это его корпус и получается Левая нога Что можно сказать сразу здесь Во-первых в стилистике Немножко мне кажется здесь броня Стилизована скорее в стиле Сайфай То есть она в уклон имеет в сайфайную стилистику Немножко дальше от вахи Ну то есть немножко отличается от традиционной И пауэр армора точнее традиционного Которого мы привыкли видеть Но все еще типа угадывается понятное дело Пауэр армор прикольно сделано Что здесь можно сказать по самой детали Ну детализация классная Присутствуют кабели от таза К корпусу К грудине Прикольные идущие Это редко делают в моделях ГВ В ГВ обычно это просто делается такая гофра И все здесь именно такие кабелечки Прикольно выглядят Здесь же в принципе видно это вот и в ногах Такая же штука присутствует И да вот даже здесь вот видно Видите в этом месте В стыковке любых типе деталей Видны вот эти вот жилы какие-то Красиво смотрятся Тут же можно обратить внимание На самом деле что у нас наш хаосит Он как бы не имеет отличительных знаков Прямо что он хаосит хаосит Но имеет как бы оскверненную аквилу У себя здесь на груди То есть она здесь у него обрезанная И вся какая-то поломанная В принципе можно сказать что Как будто бы неопытный хабист Пытался срезать ножом аквилу С груди примориса Но тем не менее В общем прикольно сделанный корпус Что к нему подключится Подсоединяется здесь У нас здесь есть вот это вот Правая Нет левая Получается левая нога Вот так вот она соединяется У нас парень такой типа В грозной боевой позе Вот так вот в раскоряку становится Опять же со стыковкой проблем нет Репозинга конечно здесь никакого не получится Но тем не менее что-то можно сделать Причем здесь идет такая вот Красивишная цепочка Вот эта вот Которая у нас как бы соединена с поясом Нашего пацана Что еще у нас сюда крепится Ну ладно почти все на самом деле сюда крепится Но конкретно сюда еще крепится Вот такая вот Трепица С гранаткой Ну трепица как трепица В принципе прикольно смотрится Она у нас здесь на попу Нашему чуваку Вот сюда вот Видите крепится Вот так вот Я правильно догадался Да вот так вот крепится Здесь только единственные литиевые канальцы Но не дают этого сделать Вот В принципе Ну тоже нормально смотрится Дальше у нас ноги Вот для ног точнее Используется вот такая вот Хреновина Это на базу лепится Прикольно что есть типа в комплекте Оформление для базы Можно сказать конечно жалковато Что нету Полного такой нашлепки на базу Но даже так Уже в принципе Неплохо смотрится То есть уже можно тем более Хотя бы хоть какую-то разницу Сделать в оформлении Например базы У разных людей Так что в принципе Есть и есть Это как бы хорошо Плюс здесь красивые Такие черепочки Можно на них полюбоваться Выглядит неплохо Далее у нас еще К ноге неожиданно Крепится вот такой вот ножичек У нас есть такой вот Маленький-маленький нож Красивишный Он у нас крепится Вот сюда Вот здесь видите Такая висит Как бы от него Кусок ремня какого-то Точнее почему кусок Это целый ремень Вот И вот сюда вот так вот Крепится этот нож В принципе Выглядит тоже Опять же красивей На такое дополнительное Вооружение у нашего пацана Есть Дальше уже что у нас идет Бэкпак Который ну очевидно Крепится просто сзади И все Тут как бы без Какие-то сложных моментов Что сказать по бэкпаку Ну Как бы тоже Вот по нему видно Вроде бы улавливается Что это бэкпак Но стилистикам Мне кажется Все-таки ближе Какой-то вот сайфай Наверное Но Ваха здесь чувствуется В том что здесь скорее Такие рога Какие-то торчащие Из него И Какая-то цепочка Висит С какой-то Висюлиной Непонятной Ну в принципе Выглядит прикольно Как бы он Отличается От стандартных Морских бэкпаков Но при этом Это все-таки Не ужасно Ну то есть Давайте посмотрим Вот на Хаосита Какого-нибудь Вот как у нас У Хаосита Оформлен бэкпак Да Немного иначе Но По размерам В принципе То же самое И как бы Вопросов никаких Не вызывает Далее у нас Руки Давайте посмотрим На правую руку Правая рука У нас вот такая Вот с шипами Она естественно Как вы можете догадаться Сюда крепится Здесь кстати Обратите внимание Есть тоже соединение Ну здесь В принципе везде Есть соединение Мама-папа То есть здесь у нас Треугольничек Такой тут и тут Вопросов Как его там поставить Не будет Кстати что не хватает Часто гвшным моделям Ну тут Сделано Отлично Что сказать Баттл дамаг Есть Какие-то шипы Есть Тут кстати Шипы На предплечье Красивейшно смотрится Броняшка такая Причем знаете Могу даже сказать Что с натягом Можно сказать Что это даже И не совсем Хаоситская А немного Лоялистская Какая-то броня Но скорее Все-таки Если мы говорим Именно мерками С ракеты То я бы конечно Это равнял бы Каоситом Тут еще Тем более Видите дополнительно Есть такие Вот этот наш Наруч Держит ремни Что у лоялистов Кстати Периодически встречается Да Периодически встречается Так что возможно Не так удивительно И тут же кстати Вот эти еще Жилы дополнительные Но выглядит Как бы вот так Оно будет У нас Как бы Как это сказать Он будет стоять Вот так И рука будет Мне направлена Вперед Так вот Так вот Вперед И в руку У нас здесь опции Особо-то нету Кроме голов Вот такой идет У нас Штромболтер Который будет Вставляться Вот сюда Вот так вот Чпоньк Штромболтер Почему Штромболтер Потому что У него Два ствола Ну или Комбиболтер Если это у нас Хаоситом Будет называться Выглядит вообще Вот это вот Прямо лучшая Наверное Деталь всего Этого набора Я бы честно говоря Хотел бы видеть Такие апгрейд паки Вообще Для маров Наверное От артели Потому что Выглядит просто Бомбически Вот этот вот Болтер сам по себе Классно Очень стилизован То есть У него Классно сделаны Вот эти выходящие части Вперед Снизу И сверху Стволы Имеет прикольное сечение Если обратите внимание Надеюсь вам здесь Будет видно Офигительный барабан Барабан это всегда Круче смотрится Конечно чем Ну точнее Это дисковый магазин Не важно Как это в общем называется Но и дополнительно К этому еще Перевязка Вот этой цепью Это прям Мое почтение Я бы наверное Хотел бы видеть Вообще вот Ну как бы Цельный Вот такой вот Пак Такого вооружения Отортели Если бы они Может быть Будут Слушать меня Вот Было бы очень прикольно И там всяких И стрелкового И милишного Выглядит классно Причем На эти стилистика Мне ближе всего Кажется Это вот Дум 16 года Вот наверное Что-то к этому Я могу приблизить Как бы Описать Да немножко Не ваховской Стилистики Скорее Но Вот в этом случае Плюс Вряд ли кто-то Нарьется Скажет О Некрасиво Выглядит Нет Так не хотим Я думаю Все такое Хотят Все болтер Дальше Давайте пойдем К Левой же руки Вот такая у нас Тут Левая рука Тут Опять Как бы Угадывается Символика Ночников Видимо Но Это как бы Не точно Может быть Это у нас Не ночники Вот Прикольно Тоже сделана ручка Но как бы Здесь У самой нее Деталей особо нет Кроме Собственно Символики Символика Красиво сделана И красиво Кстати Окантовка Очень сделана Причем Что мне нравится В отличии от ГВшных Хаситских Наплечников Давайте Покажем Вот здесь Видите Угвшных Наплечников Окантовка Очень слабо Выпирает Над броней Здесь же У нас Эта окантовка Очень сильно Выпирает Над броней Мне это как бы Больше нравится Больше объема И как бы Наплечники Сами по себе Выглядит Как-то По Увесистей Это красиво И Мечик Вот такой вот У нас Мечик Он у нас Держит Обратным хватом Вот так вот Вот так вот То есть За спину Его заводит Можно конечно Попробовать изменить Позицию руки Чтобы он как бы На него опирался Но Это здесь Не особо важно Из интересного Меч Красивый Бесспорно Красивый Но Он у нас Очевидно Референс Бладам Потому что Есть капля И крылышки Возможно Это можно Интерпретировать Как он Отобрал Просто Меч Паверс У какого Нибудь Из Бладов А он Типа Денигад У нас И он Отобрал Из Бладов И им Воюет Ну Красиво Сделан На самом деле Даже интересный Если была Такая задумка Референс Интересный Получается Потому что У нас Обычно Хаситы Все Хасевшие По самые Помидоры А тут Скорее Такой Полу Ленигад Даже Какое У него Похожее Чем-то На лояльное Оружие Имеется Выглядит Очень Неплохо И у нас Остались Напоследок Головы Давайте Посмотрим Сразу На самую Мою Любимую Это Шлем Ну Почему Моя Любимая Да потому что Без шлемов Воюют Только Идиоты Но Тем не менее Вот Такой У нас Тут Шлем Чисто По стилистике Угадывает Хасняк Красивый При этом Присутствует На шлеме Черепочек Аналогов Такому Я не Помню По моему У нас Нету Сейчас Наборов Таких Похожих По крайней мере Выглядит Очень Красивично Мне прям Очень нравится Это прям Топовый И единственный Интересный Момент Он Ставится Как бы Почти Не имеет возможности Менять положение То есть Наклон Вам задать Не получится То есть Вы его просто Вот так Берете И поставили То есть Наклон Здесь Можно влево Правый Будет По идее Подкрутить Но Вот Именно Вниз Вверх Никак Не получится Ну Не думаю Что это Для кого Это Проблема Но Держите Это В уме Если Мало Ли Вам Что Ладно Для тех Кто У нас Не так Умен У нас Есть Головы Во-первых Открытый Без шлемов У нас Есть Две Вот Такие Головы И Они Абсолютно Одинаковые Единственное Отличие В том Насколько Я понимание Абсолютно Одинаковые Кроме Того Что Они У нас Вообще То Разного Размера Если Обратить Внимание Это Маленькая Это Большая Давайте Просто Посмотрим На Большую Но Это У нас Такой Суровый Спейс Марин Такая Скулистая Морда С Каким-то Вот Болтом В башке Как у нас Спейс Маринов Это Бывают За Выслугу Лет Обычно Если Я правильно Помню Они У нас Обозначают Выглядит Очень Классно В принципе Как Лицо Я Конечно Не Люблю Спейс Марином Ставить Лица Лично Но В принципе Как Лицо Выглядит Классно Но Еще Это Не Все У нас Есть Еще Вот Такая Вот Скажем Более Человекообразное Вот Такое Лицо То есть Тоже Лысый Тоже Мужик Но При Этом Он У нас Видите Такой Чуть Чуть Ну Больше Похож На Нормального Человека То есть Не Такие Ярко Выдающиеся Черты Лица Нет Каких Штук В голове Воткнутых Но То есть Если Кто-то Хочет Сделать Что-то Более Человекообразное Вот У вас Есть Такая Опция Такую Головешку Здесь И Это У нас По сути Весь Набор Но Единственное Что я Чуть Не забыл Показать В комплекте У нас Здесь Идет Если я Прямо В данном Случае Я Бо Уже Ему Ставил 40 Миллиметровую Баску Вот Но Это Как бы Думаю У всех Найдется 40 Миллиметровая База Без Проблем Можно Будет Поставить В общем Хорошо Сделанный Набор Что По качеству Отливки Могу Сказать Ну В принципе Все Вроде Хорошо Потому Что Я Вижу Здесь Маленькие Небольшие Следы Швов Но Они Практически Нигде Не Присутствует А если Где Присутствует То Очень Очень Тонкие Вот Типа Здесь На Ноге Я Даже Не Уверен Что Камера Сможет Это Передать Здесь Есть Тонкий Шов Но Зачистить Его Будет Принципе Не Проблема Ну А Соединение Литьевых Канальцев Это Понятное Дело Как С Этим Ни у Кого Никаких Проблем Не Станет И Сейчас Надо Эту Никаких Интересных Моментов Тут Нет На Собирается Крайне Легко Проблем Никаких С Этим Нет В Принципе Если Кого Интересует То Красить Его По Частям Можно То Можно Не Клеить Бэкпак Можно Не Клеить Спокойно Те же Руки Болтер Меч Это Все Можно Склеивать Спокойно После Того Как Вы Его Покрасите В Дополнительные Обвесы Типа Например Этого Ножа Типа Например Вот Этой Висюльки У него Которая Висит На Жопе Все Спокойно Можно Лепить В принципе После Покраски В принципе Я знаю Что Многие Люди Так Любят Делать Поэтому Решил Это Упомянуть Что Можно Скать По Итогу Ну Выглядит Классно Выглядит Классно Немножко Есть Такое Отклонение От Стилистики Вахи Мне Кажется В сторону Классического Sci-Fi Я бы Сказал Наверное За счет Того Что Как Изменены Листы Брони На груди Особенно Это Видно Как Сделаны Прямые Линии Появляются Но При этом Все Еще У Стилистика Вахи Абсолютно Узнается Выглядит Прикольно Но Наверное Что Стоит Упомянуть Это Сравнение Размеров Модели Потому Что Модель На самом деле Крайне Здоровенное Я давайте Мы сравним Сегодня С хаоситами То есть У нас Возможно И не совсем Хаосит Как бы Но Будем сравнивать С хаоситами Давайте Сравним С новой Тактичкой И Как вы Видите Сравнивая С новой Тактичкой Он Слегка Так Побольше Будет И Не так Слегка Почти На две Головы Он Выше Нашего Пацана Получается Нового Тактикального Это Я выбрал Одного Из тех Кто Стоит Относительно Прямо Так Что Уже Видим Что Странно Было Было Делать Просто Обычным Например Даже Каким Сержантом Отряда Потому Что Он Просто Громадный Что Если Сравнить Его С Хаосит Героями Новыми Ну Вот Например Грейтер Пассет Который Здоровенный Один Самых Здоровых Вот Мы Сравниваем С Наклонен У нас То есть Он Фактически Вот Такую Имеет Высоту Но Можно Сравнить Плюс Минус Их Размеры И Как бы Понять Что Ну Плюс Минус Похоже Они По Росту То есть Фактически Чувак У нас Реально Имеет Размеры Современных Героев Именно ХСМ Причем Некоторых Героев ХСМ Меньше Него То есть Если Возьмем Например Харкина С Ну И Если Сравнивать С Именно Примарис Вот Можно Так Все Так Он Похож По Размерам Вообще Уже На Примарис Каких То Вот Если Сравнивать Его С Примарис И Понимаем Что Даже По Меркам Примарис Он Тянет На Героя То есть Если Вы Хотите Его Собирать Как Примариса Хасидского Нехасидского Это Вам Уже Решать Вот Он Фактически Получается У нас Видите Размером С Ну Больше Размером Чем Примарис Соответственно Ну Как Минимум Это Герой Примарис Он Должен Считаться У нас Наверное Как Вот То есть Пацан Огромный Он Очень Здоровенный Что Наверное В данном Случай Плюс Потому Что Если Герой Чуть Чуть Больше Ну Не Чуть Чуть А Он Нагло Выше Других Наших Мар Выделяться И Тут Как Не Поспоришь Он Реально Выделяется На фоне Остальных Вот Так Что Как То Так Давайте Переходить Заключению Ну Какой То Такой У нас Спайс Маринчик Получился Что Можно Как Итог Сказать По Миниатюрке Как Я Уже Говорил Мне Кажется Странным Позиционирование Самого Этого Пацана Как Сержанта Какого Отряда Я Не Уверен Какого То Капитана Или Ну Короче Хакушника Условного Чарактера Единственное Возможное Ситуация Поменяется Если Артель Будет Выпускать Другие Миниатюрки В той же Стилистике Если Она Выпустит Например Цельный Отряд Или Она Выпустит Других Хакушников Который Будет Значительно Богаче Выглядеть Чем Вот Этот Один Пацан В Такой Ситуации Возможно Да Тогда Буду Позиционировать Его Именно Как Альтернативу Какому Хакушнику Нежели Просто Одному Сержанту Отряда Но Тут Уже Будем Ждать Пока Будут Ли Выпускать Артель Других Таких Пацанов Отдельно Хочу Опять Повториться По поводу Болтера Шторм Болтера Точнее Возможно Здесь Комби Болтера Так как У нас Тахаосит Вроде Бо Как Офигительно Просто Сделан Именно Отдельный Бит Из Минусов На самом деле Возможно Можно сказать Такой Придирка Но Бит С этого Одного Болтера Перекрывает Честно говоря Для меня Всю Миниатюру Настолько Он офигенно Сделан Что Я Типа Мее Уже Как-то Миниатюрка Не так Типа Немножко Точнее Извините Блекло Смотрится На фоне Вот Этого Вот Самого Болтера Но Из этого Следует Что Во-первых Было бы Интересно Посмотреть Как я Уже Говорил На Исполнение Других Миниатюр В той же Стилистики То есть У нас Есть Штурмболтер Штурмболтер Выглядит Офигенно Было бы Интересно Посмотреть Как В таком Же Стиле Было бы Выполнены Просто Обычные Болтеры Какие-то Спешалы Возможно Какие-то Там Хевики Возможно Или Что-то Такое Из Хевиков Насколько Знаю Про Дуар Тель Вроде Сейчас Появился У нас Хасит С Тяжелым Вооружением Но Это Как бы Совсем Другая История Поэтому Пока Что Это Опустим В общем В принципе Мне Минька Как бы В целом Нравится Она Подходит На самом Деле Забавно Что И Хасит И Можно Ее Лоялистом Засунуть Не Такая Уж Сложная Это Будет Задача И Напоследок Как всегда Так как Это Альтернатива Предлагаю Просто Вопрос Цены Рассмотреть У нас Получается В Российском Магазине Стоит Он 800 Рублей При этом С чем Его Сравнивать Но Я Опять Повторюсь Уже В 25 Раз Я Буду Сравнивать Скорее С Хакушниками А не С Обычными Рядовыми Пацанами И Если Мы Сравниваем С Чарактерами Спейс Маринов Хаус Спейс Маринов И Прочих В Принципе Средняя Цена У нас Достаточно Сильно Разница На Стоит По Самой Нижней Планке Цены И Как Самые Дорогие Представители Это У нас Уже Где-то 2500 2600 У нас Стоят Блистеры Определенных Чарактеров И В таком Сравнении Покупка Получается Выгодная Даже Если Мы Считаем Что Вы Заказываете Одну Миниатюрку С доставкой Все равно Это Будет Порядка В Два Раза Дешевле Чем Пластиковый Набор Из минусов Это Естественно Не Пластик Все Таки Это Смола Остается Но Остальные Какие-то Минусы Пропадают Потому Что Если Мы Смотрим На Современные Все Наборы В Вахе У нас У Большинства Чарактеров Нет Почти Что Никих Опций Да Изредка Встречаются Такие Наборы У которых Есть Какие-то Опции Но В Как пример Он Хорошо Сюда Подходит И Вот У него Есть Одна Голова У Этого Спейсмарина У нас Голов Получается Четыре Причем Конечно Да Три Из них Крайне Похожи Один Только Шлем Но Тем Не Менее Четыре И Получается Что В Вариативности Набор Да Он Не Слишком Большой Но Как И Все Наборы Современные При Этом Челененка Сделана Так Что Можно Его И Переконвершивать И Менять Вардир Спокойно Используя Те же Битцы Из Вахи Если Кто Спрашивает Михаил Почему Ты Все Равняешь Вахой Не Знаю Почему Люблю Я Все Равнять Вахой Ну И Канал У нас Про Ваху Поэтому Я Про Это И Говорю И Подводя Итог Какие У нас Плюсы Есть Цена Относительно Мини ГВ Все Естественно Дешевле И Внешний Вид Офигительный Внешний Вид Подходит Очень Хорошо Для Многих Чартеров Прямо Мое Почтение И Третий Момент Легко Переконвершивать Модель Как по Мне Это Тоже Важный Момент То Что Поменять Ей Какое Вооружение Поменять Ей Бэкпак Поменять Ей Голову Типа Проблемы Никакой Не Составит Или Использовать Беджи 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 Из Этого Набора Для Других Моделей Проблемы Никакой Не Составит И Это Плюс Из Минусов Ну Как по Мне Главное Это Смола Ну Как бы От Этого Никуда Не Отойдешь Типа Смола Ей Смола Второй Момент Он Все Так Немножко Большой То Это С одной Стороны Плюс Для Наратива Это Очень Хорошо Смотрится На столе Когда У вас Типа Вот Ваш Чар Он Здоровенный Он Огромный Он Больше Вашей Останной Армии Но На каких Спортивных Играх Это Может Вам Играть Не На руку Но Это Так Может Кому То Плюс Кому То Минус Это Не Особо Важно И С учетом Всего Этого Минь Классная Мне В принципе Нравится Я бы Хотел Увидеть Какую Более Не Забывайте Ссылочка В описании Как Всегда А На этом Все Берегите Себя И Свои Миньки Ссылок Поставил И Подпишись